Приветствую вас. Во-первых, стоит отделить понятие интроверта от того, что вам тяжело общаться с людьми. Интроверт – это тип личности, это тип, скажем так, духовной организации, это тип психологического восприятия реальности и людей. Которые никак не влияют на наличие или отсутствие дискомфорта у вас, например. То есть, вы можете быть интровертом, это нормально, что вам, ну, комфортнее, да, в себе находиться, комфортнее находиться наедине, что вам, наедине с собой, что вам нужна, скажем так, периодически, ну, отдыхать. Подпитка и так далее. Вот. Это нормально. Абсолютно. Это абсолютно нормально. Что ненормально. Что ненормально. Что ненормально. Ненормально то, что вы боитесь. То есть, у вас есть страх перед, значит, ну, перед клиентами. Вот это, это ненормально. Это действительно так. Ненормально. И, соответственно, это никакого отношения к тому, что вы интроверт, никакого отношения не имеет. Абсолютно. То есть, вот, тот факт, что вы интроверт, не имеет никакого отношения к тому, что вы, собственно говоря, должны испытывать страх от того, что, там, грубо говоря, рядом с вами кто-то есть. Рядом с вами есть какие-то люди. Вот. Абсолютно. То, что вы боитесь людей, то, что вы именно боитесь людей, это, скорее, связано с детством, с опытом, может быть, с комплексами, связано что-то. Да, то есть, с неверными представлениями о себе. Вот это да. Это может быть. Это вполне возможно. Вот такой момент. Вполне возможно. То, что вы говорите по поводу интровертов, интроверты, это нормально. Это не пройдет, это будет с вами всегда. То, что вам, значит, тяжело было работать с клиентами, что болела ужасно голова. Это тоже, в общем и целом, является проявлением, так сказать, вашей активности, вашей индивидуальности, если угодно. И в этом нет ничего аномального. Но, в то же время, если вы чувствуете, что вам, вот, некомфортно находиться в большом скоплении людей, да, в скоплениях людей, то это, опять же, является вашей индивидуальной чертой. То есть, если вы так-то с людьми нормально общаетесь, да, но вот, долго с ними взаимодействовать вы не можете. Это вам дает слишком тяжело и это, в общем и целом, является индивидуальной чертой. Вот, с другой стороны, все можно подкорректировать, все можно, все можно улучшить и все можно поправить. То есть, если вы, например, допустим, чувствуете, что вам, ну, если вы хотите что-либо поменять, вот, именно если вы хотите поменять что-либо, то все это можно изменить. Там еще, кто-то болит ужасно голова, это психотоматика, это понятно. Вас постоянно трясло от волнения, пишите вы, несмотря на то, что к работе привыкло за два года. Ну, вот, то, что у вас трясло от волнения, это не совсем нормально, конечно. То есть, интроверту может быть тяжело. Интроверт может испытывать раздражение, да, интроверт может уставать. То есть, это просто усталость, это вот, знаете как, тяжело воспринимать, например, других людей, да, ну, долго. Вот. Это, это вполне может быть. Это вполне да. Это нормально. Вряд ли с подобным можно действительно реально что-то сделать. Хотя, мощно даже и в этом случае. И в этом случае все равно можно будет что-то сделать. Вот. Но, вот, если вас именно трясет от волнения, то это, к сожалению, уже не просто, как бы, интроверсия, да. Это уже, к сожалению, есть какой-то, какой-то страх. То есть, вы видите в этом опасность для себя. Вот. А опасность, соответственно, это всегда что-то такое вымышленное. всегда что-то ир, ир рациональное. И, соответственно, вам это очень сильно мешает жить. И вот с этим не нужно бороться, как вы сказали, да. Мне кажется, что вы вообще довольно часто боретесь с кем-то или с чем-то. Вот это, конечно, тоже не самый лучший способ взаимодействовать с окружающим миром и людьми. То есть, допустим, если вы, ну, грубо говоря, являетесь неправедным, да. Вот. Вот. Зачем в банк-то работать пошли тогда? Вот. Если вам, допустим, допустим, тяжело с людьми с людьми, что в общем и целом, в принципе, я могу понять. Вот. То есть, вот здесь история именно, на мой взгляд, она такая, что бороться ничем не нужно. Что нужно, наоборот, рассматривать то, что вы чувствуете, почему вы чувствуете, и правильно свои чувства отреагировать. Если есть какие-то травматичные моменты, с ними можно поработать, их можно разобрать, их можно подкорректировать, купировать и, собственно, они перестанут вам мешать жить. Вот. Опять же, я не совсем понял, чего вы хотите. Дальше. И так получилось, что пришлось уехать в другой город, и была возможность отдохнуть год от работы. Понимаете, вот всегда с подозрениями отношусь к тому, когда человек говорит, что пришлось уехать там, ну, куда-то там, в другой город, например. С подозрение, с подозрением к тому относится, потому что, когда человек говорит, что пришлось, это значит, что он снимает с себя ответственность. Ну вот. Бывают, конечно, такие истории, когда действительно происходят, ну, ситуации, в которых нам приходится что-то делать. Но я всё же, вот, склонен к тому, чтобы проверять, а действительно ли вы, ну, не были в силах совладать тем, что произошло. Или вы хотели, например, сбежать, да, хотели уйти, ну, вот, и в итоге просто-напросто использовали ситуацию для того, чтобы реализовать своё желание. То есть, по сути, избежать чего-то негативного для вас. Вот. Такое поведение не является конструктивным, вот, а, к сожалению, скорее, наоборот, является негативным, потому что избегание не решает проблему. Вот. А дальше вы пишете о том, что... Так, сейчас муж настаивает, чтобы я стал мастером маникюра на дому, чтобы всегда была дома и могла работать неполный день. Здесь, конечно, очень любопытный момент, почему муж настаивает на этом. С чего хотите именно вы сами? Хотите ли вы работать, например, на дому? Хотите ли вы работать неполный рабочий день? Может быть, вы вообще работать не хотите? То есть, муж здесь вообще при чём? Какое право имеет муж настаивать на чём-то? Вот. Касаемо вас. Нет, ну, если, например, нет денег, да, если не хватает денег, если, например, там, допустим, у него есть что сказать, да, то есть он может выразить своё мнение по вопросу этому. Это да. Тут всё в общем и целом нормально, справедливо. Вот. Если не денег, он может предложить вам такой компромиссный вариант, да, чтобы вы работали, чтобы как-то помогали содержанию, ну, семье, обеспечению семьи. Вот. Если у него есть что сказать вам по данному поводу, да, ну, просто высказать мне мнение своё, это тоже в целом нормально. То есть, ну, это хорошо, что он высказывает своё мнение, я думаю, что и вы можете высказывать своё мнение, это здорово. Вот. Но! Настаивать? Настаивать вряд ли. И здесь у меня уже, опять же, к вам возникает вопрос, так, а как часто ваш муж вот это вот делает, настаивает на чём-то и так далее? И вообще, нормально ли это, по вашему мнению, что он вот настаивает на каких-то моментах, да, и к чему-то вас принуждает? Что это за отношение у вас с мужем, что он настаивает и принуждает? А может быть, подобное его поведение является следствием, следствием того, что вы, вот, интроверты, что вы не всегда грамотно можете, грамотно и достойно можете, значит, как-то защитить себя и отстаивать свои права. Если так, то тут нужно работать с личными границами и умением говорить «нет», а также, ну это в любом случае повышение вашей самооценки. Самоценка у вас занижена явно. То есть, психология, это называется установкой такой, значит, я минус, вы плюс. Вот так. И эта установка, она имеет место быть ещё в вашей семье и, соответственно, о её природе нужно с вами общаться, её природу нужно выяснять и, соответственно, с этим уже работать. Вот. Дальше, значит, так, ко мне пришли два клиента и я снова ощутил весь этот страх и ужас от того, что рядом со мной чужой человек и я ему ещё что-то должна делать. Всё трясло, не могу даже ногти накрасить ровно. Ровно. Это ненормально. Это ненормально, потому что чужой человек вас пугает. Это не интроверсия, это скорее социофобия, социофобия, вот. Значит, вначале вам я рекомендую обратиться к психотерапевту, либо к психиатру, вот, чтобы он вас посмотрел, чтобы он, может быть, диагностировал у вас заболевание, потому что, ну, по описанию, получается, достаточно сильный страх, сильные эмоции вы испытываете, что, в общем, ещё раз повторю, является ненормальным. Вот. И если никакого заболевания у вас нет, тогда к психологу для проработки психологических моментов. Вот. Либо, если у вас всё-таки заболевание какое-то обнаружится, то психотерапевт либо психиатр выпишет вам лекарство, назначит лечение, в том числе и психологическую консультацию, психотерапию для того, чтобы справиться с этим страхом. Вот. В основе страхов могут лишать самые разнообразные истории, вещи, взаимодействия с родителями, какие-то травмирующие события и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть всё это нужно разбирать и, собственно, страх можно оккупировать. Бороться с этим? Нет. Потому что борьба есть подавление. Вот. Подавление это не то, что вообще является правильным и приемлемым для психотерапии. Так. Значит, дальше идём. Вы пишите, как вы считаете, нужно ли бороться с этим или это никогда не пройдёт? Стоит работать с этим. Стоит работать и исследовать это, не бороться. И это не пройдёт. Какой работой заниматься не понимаю, почти всё это предлагают, связано с продажами и общением. Работой лучше заниматься, вам, если нужно работать, если хотите работать, то работать лучше, значит, написанием текстов, как вам сказал мой коллега. Вот. И, собственно, чем-то таким, да, либо переводом, либо текстом, вот, всем таким несвязанным сообщением. Вот. Вот. Ну, опять же. Опять же. Тонкость здесь какая? В чём? Если вам работа не нравится, которой вы, ну, занимаетесь, если вас работа не устраивает, которой вы занимаетесь, вот, то вы не будете получать от этой работы удовольствие. Здесь вообще нужно сперва ориентироваться на то, чего вы хотите сами для себя вообще. Знаете? Вот. И уже исходя из этого, что-то делать. Вот. А не так, что, вот, знаете, что я буду работать там, где, ну, смогу. Вот. Это не работа. Это не работа. Такой подход. Это издевательство. И счастливы вы не будете, удовольствия получать от работы не будете, и самооценка ваша, она тоже будет падать из-за этого. Вот. То есть, мне не очень нравится ваш подход в целом к работе. То есть, такое впечатление, что вы себя обесцениваете, и работать вам нужно, ну, не по своему желанию, а вообще по, скажем, не какой-то необходимой необходимости. И здесь нужно в первую очередь определить такая необходимость там, а вообще чья необходимость, знаете? Вот. Вот так вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова